Достигай Израиль и весь мир Дорогие, мы так рады, что вы с нами. Я Синтия, жена Равина Кёрта. Сегодня он приготовил для вас особое послание. Мы верим, вы будете благословлены. Не упустите это особенное послание. Да благословит вас Бог и шалом хаварим, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы находимся в серии под названием «Библейские благословения Нового Завета». Это уже вторая программа данной серии. В первой части мы рассмотрели часть важных мест Писания. Благословения — это слова, произнесенные Богом на его народ. Зачастую они встречаются в конце Новозаветных посланий. Но не всегда. Благословения также ассоциируются с теми словами, которые священник произносит на собрание в конце служения. Мы посмотрим сейчас на благословения в Писании, исходящие из сердца Бога, взятые напрямую из его слова. Рассмотрим новое местописание. Первое послание Фессалоникицам 5 главу, 23 стих. На прошлой неделе мы рассматривали первое послание Фессалоникицам 3 главу, и также послание Иуды. Сегодня идем дальше. Посмотрим новое местописание, 5 главу. «Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Итак, читаем Слово Божие. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». В этом местописании так много сказано, затронуто так много тем. Помните о том, что это благословение. Оно адресовано к вам, к Божьему ребенку, и сказано самим Богом Отцом. Давайте посмотрим, что Бог Отец говорит своему народу. «Сам же Бог мира». Что имеется в виду, когда говорится «Бог мира»? Мы видим выражение «Бог мира» в благословениях в конце нескольких посланий. Бывает, что послание начинается так. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа». Так Павел начинает свои послания. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа». Мы часто думаем о Божьей силе. Он всесильный Бог. Он всеведущий. Он действительно знает абсолютно все. Мы думаем о других важных атрибутах Бога, но порой мы осознаем, не так отчетливо, как должны, что Бог по своей природе является Богом-шаломом, Богом-мира. Поэтому для того, чтобы нам быть вводимыми Духом Божьим, мы должны взращивать мир Божий в нашем сердце. Иногда благодаря музыке, во время поклонения, нас могут захватывать эмоции. Барабаны добавляют нам энергии. И это может быть хорошо. Но по сути своей Дух Святой — это Дух мира или умиротворения. Поэтому в каждом своем послании Павел благословляет народ Божий, говоря, «Бог мира да пребудет со всеми вами». Павел говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа». А теперь я хочу снова посмотреть первое послание Фессалоникицам, 5 главу, 23 стих, в котором говорится «Сам же Бог мира». Позже мы увидим, что именно Бог мира сокрушит сатану и всю демоническую силу под ногами нашими. Я хочу показать вам здесь кое-что специфическое. Вы знаете, что я много служу в разных странах. Особенно часто я проповедую Евангелие в Африке и в Израиле. Я часто замечал, в особенности среди африканцев, корни которых связаны с колдовством или с магией Вуду, что как только я начинал проповедовать Евангелие в их среде, вдруг без каких-либо особых действий с моей стороны, просто я пел в духе или проповедовал Евангелие, неожиданно бесы начинали проявляться во многих людях. Это просто начинало происходить неожиданно для всех нас. Бесы, когда высвобождается Бог мира, начинают проявляться бесы, прячущиеся в телах этих людей. Но как это можно объяснить? Почему в Америке мы такое видим редко? И вообще это все по-настоящему или как? Возлюбленные. Корни Америки — это иудейско-христианские принципы. Америка была основана на Писании, а в Африке духовные корни — это зачастую колдовство, магия Вуду и другие виды идолопоклонства. То есть у них нет того основания, какое есть у нас в Америке. Я думаю, что именно это причина того, что там мы видим больше проявлений бесов. Хотя в Америке я тоже порой вижу такие проявления. Я начинаю проповедовать Евангелие, или петь в духе, и начинают проявляться бесы. Если бы вы видели то, что видел я, то, уверяю вас, вы бы убедились, что это не притворство, что бесы реальны. Уверяю вас, если бы вы видели то, что вижу я, у вас бы не осталось никаких сомнений, что эти люди одержимы бесами. Они кричат, бьются в истерике. Их глаза сконцентрированы на чем-то. В них виден ужас из другого мира, а не вне себя. Я начинаю брать власть над этими бесами. Я провозглашаю мир Божий во имя Иешуаха Машеаха. И очень часто происходит так, что в тот же момент их обезумевшие глаза, которые были полны ужаса, вдруг проясняются, и к ним возвращается их душа. Они переживают Божью любовь. По их щекам льются слезы. Они обретают свободу. Каким образом я высвобождаю свободу в их жизнь? Я приглашаю Бога мира. Божий мир разрушает демоническую силу. Давайте вернемся к нашему тексту. Бог произносит над своим народом благословение. И Он делает это, как Бог мира. Важно помнить об этом, и также важно культивировать мир в своей душе. Бодрствуйте, чтобы не терять мир в сердце. Вам нужно приложить усилия, если вы заметили, что потеряли мир в сердце. Скажите, «Бог, ты Бог мира. Я хочу ходить в мире. Отец, помоги мне утвердиться в мире твоем». То есть, вы можете взращивать в себе мир Божий. Бог есть Бог мира. И для того, чтобы нам ходить с Богом, мы должны утвердиться и укорениться в Его мире. Я повторюсь, для того, чтобы мы могли распознать движение Духа Божьего в нашей жизни и Его водительства, нам нужен мир, потому что мир дает нам возможность распознать Дух Божий. Без мира в сердце нам не удастся распознать Дух Божий. То есть, если мы нервничаем, мы не сможем распознать и быть чувствительны к тому, что происходит вокруг нас и в нас, потому что нас связывает нервозность. Но когда мы утверждены в мире, у нас есть способность распознать, что происходит у нас в душе, что происходит вокруг нас. И самое важное, мы можем распознать Божий Дух. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Керта. У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства. Послушайте это удивительное послание. На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом. У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать. Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни. Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук. Я была теплой христианкой. Я начала смотреть вашу программу при любой возможности. Стефани из Арканзаса. Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Будьте обильно благословенны. И всегда следуйте за Господа. Если сегодня у вас есть болезнь, я прошу вас поверить в то, что смерть Иисуса на кресте обеспечила вам исцеление в это утро. Я прошу вас выйти вперед и верить в то, что вы получите исцеление в вашем теле, а за которым вы пришли сегодня. Пожалуйста, выходите, если вам нужно исцеление в теле. Перед тем, как сделать свой последний вдох, Иисус произнес «Совершилось. Уже все совершено. Ваше исцеление уже совершено. Иисус, Сын Божий, был распят для того, чтобы вы были исцелены. Примите сейчас ваше исцеление во имя Иешуа. Будьте исцелены на этом месте». Какая у вас была проблема? Больное колено. И как долго это длилось? 17 лет. Я перестал играть в футбол. Но по благодати Божией сейчас у меня нет никакой боли. Я вообще не ощущаю никакой боли. Колено болело всегда или боль то уходила, то приходила? Всегда, да? 17 лет. И сейчас вообще нет боли? Воздайте Богу хвалу и славу. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порога. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на слове «Осветит». Бог произносит над нами слава благословения. Тут сказано «Бог мира» да осветит вас во всей полноте. Мне это очень нравится. Ведь я знаю, что я должен постоянно возрастать и освящаться все больше и больше. Спасение — это дар Божий. Оно дается даром. Рождение свыше и спасение происходит в одно мгновение. Как только мы открываем свои сердца и принимаем Иисуса, мы предстоим пред Ним. Мы спасены. Наши грехи прощены. Нас ожидают небеса благодаря тому, что сделал для нас Иисус. Спасение приходит в один миг, а вот освящение — это процесс. Мы становимся все более и более освященными, когда выходим из своего ветхого человека и все больше отказываемся от ветхой природы, когда все больше учимся тому, чтобы двигаться в духе, а не ходить по плоти. Вы приобретаете способность все лучшее различать, что от Бога, а что нет, и вы выбираете его. И когда вы это делаете, вы возрастаете в освящении. Если вы честны самими собой и способны к самоанализу, то вы убедитесь, что с годами то, что раньше вы даже не считали чем-то, не от Бога, теперь, когда вы возросли и стали духовно зрелыми, вы видите, что раньше вы так мыслили, и вас ничто не обличало. Тогда вы даже не знали, что такие мысли неправильны. Но сейчас вы возросли в благодати и стали духовно зрелыми. И вы видите, что мысли, которые раньше были для вас приемлемыми и были для вас нормой, приходят явно не от Бога. Освящение и зрелость идут вместе. И Библия говорит нам, что мы навыком приучены к развлечению добра и зла. Я повторюсь, возлюбленные, освящение — это процесс. Я не знаю, как насчет вас, но я лично сильно нуждаюсь в том, чтобы Бог освящал меня больше и больше. Как бы я не любил Бога и как бы не искал Бога, и сколько бы я не старался познать Его еще больше, я осознаю, что мне предстоит еще долгий путь. Но добрая весть в том, что Бог мира освящает меня. Это долгое путешествие. Из моего опыта, когда я впервые встретился с Иисусом в 78-м году, я спросил, «Боже, назови мне одну вещь, которую я должен делать. Что я должен делать, дабы мне подняться на вершину горы? Боже, подскажи мне». Вы знаете, как Авраам был готов принести Исаака в жертву, и в результате такого посвящения Бог благословил Авраама. В своих мыслях я думал, «Отец, что я могу такое сделать, что поднимет меня на вершину?» Но за многие годы я уяснил, что это не единоразовое действие, но это когда ты каждый день выбираешь быть послушным Богу. В нашей голове крутятся тысячи мыслей с утра до вечера, и мы постоянно стоим перед выбором, какие мысли допускать в свой разум, какие действия предпринимать. Поэтому из своего опыта я могу сказать, что освящение не приходит, когда мы произвели одно какое-то действие. Но это процесс повозрастающий. Когда мы каждый день выбираем путь Божий, который зачастую сложнее. Поэтому Иисус сказал, что если мы хотим быть Его учениками, мы должны брать свой крест каждый день. Что значит взять свой крест? Это значит выбирать его, а не себя. И поэтому я говорю вам сегодня, что Бог мира действует в нашей жизни и освящает нас. Это тайна, потому что когда мы выбираем послушание Богу, нам иногда это очень тяжело дается. Помните, как Иисус молился? «Отче, если возможно, пусть меня минует чаша сия», потому что Он не хотел идти на крест. Это было сложно, и Он очень скорбел. Ему было нелегко сделать этот выбор и послушаться. Библия говорит, что с Его лба падали капли крови. То есть, с одной стороны, мы стремимся быть послушными Богу, так же, как Иисус стремился исполнить волю Божию. В конце этой молитвы Он произнес, «Но не моя воля, но Твоя да будет». Так же и мы с вами каждый день должны сражаться в духе, чтобы нам выбирать Божие пути. Нам кажется, что мы сами стараемся, но на самом деле это Бог действует в нас, и мы должны сотрудничать с Ним. Мы сливаемся в одно с Богом мира, и Он Духом Своим совершает в нас и через нас то, что Ему угодно. Но, послушайте, Он не станет этого делать, если мы не будем сотрудничать с Ним. Итак, когда мы сотрудничаем с Богом, мы продвигаем вперед процесс нашего освещения. Он начальник и совершитель нашей веры. И в процессе мы должны прилагать усилия, выбирая следовать за Ним. Павел говорит, «Я более всех их потрудился». Он говорит о том, что Ему пришлось прилагать усилия, дабы следовать за Богом, чтобы исполнить Божьи цели, исполнить Божию волю, Божье поручение распространять Евангелие. Павел говорит, «Я более всех их потрудился». Но потом Он добавляет. Впрочем, не я, но Христос во мне. Итак, Бог нас освящает, мы движемся вперед, мы очищаемся и растем. Но Бог не делает этого без нашего участия. Бог делает это с нами и через нас. Он в нас и с нами. Мы в Нем, и Он в нас. Итак, мы продолжаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока». Лично меня это вдохновляет верить, что Бог всю жизнь работает со мной, чтобы в итоге прийти к божественной целости в духе, душе, разуме и теле. Сегодня к моменту записи этой программы мне как раз исполнилось 60 лет. Я воспринимаю 60-летний юбилей как-то по-особенному, потому что я никогда не воспринимал себя пожилым человеком. Я воспринимаю себя молодым. Но вот вам исполняется 60, и каким-то образом это немного сдвигает вашу парадигму. И вы начинаете осознавать, что вам 60, вы движетесь в новую фазу вашей жизни. Поймите меня правильно, я не сдаюсь духу старения. Я просто говорю, что, по крайней мере, в своей жизни я ощутил этот сдвиг парадигмы. Я не сдаюсь в руки старости и не готовлюсь к тому, что я буду разваливаться по частям, потому что Павел здесь говорит, «Пусть Бог мира сохранит ваш дух, душу и тело во всей целости». И несмотря на то, что я становлюсь старше по возрасту, я верю, что Бог сохранит меня в духе, душе, разуме и теле. Я не могу остановить тот факт, что я становлюсь старее по возрасту. Это нам не подвластно. Но мы с вами можем доверять Богу в том, что когда с возрастом мы станем пожилыми, состаримся, Он нас сохранит. Бог сохранил Авраама. Он им в старости был полон жизненной энергии даже перед своей смертью. Это касается всех патриархов. Несмотря на то, что у них в цели были симптомы, указывающие на их преклонный возраст. Их зрение притуплялось и так далее. Но они все равно были полны жизненной энергии. Бог их сохранил. У меня есть подруга, прекрасная сестра в Господе, верующая из евреев. Ее зовут Агнес Ковальски. Ей 90 лет. Но всякий раз, когда мы с Синтией проводим с ней время, мы видим в ней маленькую девочку. Она носит с собой свой духовный дневник и говорит о том, что Бог все еще работает над ее освящением. Она раскаивается. Она верующая уже полвека. Но всякий раз, когда мы видим ее, мы видим в ней свежесть Духа. Да, ее тело выглядит довольно старым, но внутри она как маленькая девочка. Бог сохранил ее. Есть в ней что-то, что может быть объяснено лишь тем, что в ней есть вечная жизнь и молодость от самого Бога. Возлюбленная, я провозглашаю вашу жизнь сегодня. «Да сохранит вас Бог в духе, душе, разуме и теле во всей целости». Именно так сказано в этом месте Писания. «Да сохранится во всей целости». Возможно, вы спрашиваете себя, что это на самом деле значит. Мы живем в мире, который, по сути, является опасным местом. С нами много всего может произойти. Если Господь не сохранит нас, то некоторые трудности, через которые мы проходим в жизни, могут нас чего-то лишить, обокрасть нас, и в результате прохождения этих трудностей мы станем только слабее, или даже разочаруемся и потерпим поражение. Но не это обещает нам Писание. Не в этом Божьи цели для нас. Бог желает сохранить вас во всей целости, чтобы даже если ваш внешний человек тлеет, «Ваш внутренний человек обновлялся день ото дня». И в конце этого места мы читаем «До пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Послушайте, это Божие благословение в вашу жизнь. Это то, чего Он желает для вас. Внутри этого благословения ярко сияет тот факт, что Господь скоро вернется за нами, за вами и за мной. Мы так часто сфокусированы на том, что происходит здесь и сейчас. Мы должны пробудиться и понять, что дело не только в том, что происходит сейчас. Иисус скоро придет. Вот Его последние слова, обращенные к нам в Новом Завете. «Сегриду скоро и возмездие мое со мною», чтобы воздать каждому по делам его. Поэтому в конце сегодняшней программы я хочу призывать вас, возлюбленные, ожидайте пришествия Иисуса. Напоминайте себе о том, что Иисус скоро вернется, и все изменится. И Он не просто придет опять, но Он придет за вами. Если ваш взор направлен на пришествие Сына Божьего, то Бог будет продолжать освящать вас, освящать ваш дух, душу, разум и тело. Он сохранит вас, чтобы вы не проходили вашей жизни. И вы будете продолжать подниматься на гору, становясь все сильнее. До того момента, пока вы не сделаете свой последний вдох, или пока не придет Иисус. И тогда вы будете сильнее, чем когда-либо в своей жизни, благодаря Его силе, действующей вас. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас, но что еще важнее, Бог любит вас. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Бог — в первую очередь Бог мира. В следующий раз Равин Шнайдер расскажет, как вы можете иметь мир в своей жизни. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую, добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас, и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Равин верев 1964-8. Равин верев